Доброго дня, граждане Республики Акстан. Давно не делал я обзоры по результатам своей работы, по консультации. Хочу сегодня исправить это. Итак, с чем я чаще сталкиваюсь при расчете пенсии? Напомню, что у нас в этом году, в ближайшие годы будут у нас солидарная базовая пенсия, пенсия с ЕНПФ. У нас основные проблемы заключаются в чем? В стаже, в советском стаже. С каждым годом у нас сталкиваются трудовые книжки, которые очень плохо парняются. Видать, качество кадровых работников с каждым годом сокращалось и ошибки записи. В 93-м году, в 92-м году стоят печати Казахской ССР. Нет переименования свидетельства. Соответственно, многие теряют обязательные пенсионные взносы в 98-м году. Вроде бы запись есть, человек вроде бы работал в 98-м году, а пенсионных очлей нет. А это значит, ставится под сомнение стаж до 98-го года и все эти записи. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на свои трудовые книжки. Некоторые акционы, в частности сказать, на ошибки не всегда обращают внимание. Но это редкие случаи. Тем не менее, не надо ориентироваться на милость сотрудников цона, лучше готовиться заранее. Поэтому обязательно смотрите трудовые книжки. Ошибки в написании фамилии и имени. Люди живут 58 лет и потом только узнают, что оказывается у них неправильно написано фамилия или отчество. Для женщин, свидетельство о рождении своих детей. Проверьте свое написание фамилиями отчества, что вы мама. Иначе ваши дети просто окажутся не вашими. Обязательные пенсионные взносы. Периоды, которые вы оплачивали, пожалуйста, проверьте. Сейчас многие приходят с выписками от частных пенсионных фондов, которые были еще в 99-м, 2000-м году. А выписки в ЕНПФ их нет. И выписки из цона их нет. Поэтому, пожалуйста, ищите. В пенсионном фонде очень много брошенных пенсионных отчислений. Фонд не знает, кому отдать. Поэтому ищите, смотрите ваши трудовые книжки. Если вы работали в 98-99-м году, этих отчислений у нас в выписке из цона нет. Поэтому, соответственно, приходите с документами в ЦОН, чтобы нашли ваши пенсионные отчления. Меньше будет проблем с подтверждением трудового старого. Доход. Вот с доходом огромные проблемы. Значит, смотрите. Те, кто уходит в 22-м году, понятно. В 23-м, в 24-м, в 25-м году. Почему я говорю про эти годы? Потому что в сумме 24-й, 23-й, 22-й год они дают 36 месяцев принимаемых доходов. Если вы готовы и вам нужен этот доход, вам нужно их платить в 22-м году. Почему? Вот смотрите. С 23-го года у нас входит обязательный пенсионный взнос работодателя. Это 5% от зарплаты. То есть, если вам надо показать доход 210 тысяч и оплатить обязательный пенсионный взнос в 21 тысяч нигде, то нужно будет через ИП дополнительно заплатить 10 тысяч 500. Кроме того, еще социальное отчисление, еще медицинское страхование, индивидуальный подоходный налог. Еще от работодателя, соц. налог, медицинское страхование. То есть, ваши 21 тысячи превращаются плюсом 52 тысячи тенге. Значит, в сумме это будет 73 тысячи тенге. То есть, больше чем в 2 раза, в 2,5 раза, вы будете вести больше расходов. В 22-м году еще обязательные пенсионные взносы не внесены. Поэтому, кто уходит на пенсию в 23-м, в 24-м, в 25-м году, добивайте необходимый доход через патенты, через свои ИП. В 22-м году, у нас еще есть октябрь, ноябрь, декабрь, за 3 месяца можно сделать. Максимально в месяц можно платить по 300 тысяч тенге, да, и когда вы показываете, что у вас доход 3 миллиона. Берите патенты, открывайте ИП. 22-й год, это время, когда вы дешевле, если вы можете зафиксировать свой доход. Это очень важно. Выплаты СНП. Для тех, у кого много накоплений, значит, смотрите по вашей выписке, там есть порог достаточности, сверх которого вы можете использовать свои пенсионные накопления. Но если вы это не используете до пенсии, после выхода на пенсию, вы эти деньги можете не использовать. Почему? Потому что берется максимальный доход за любые 5 лет. Максимальный среднемесячный доход. Ну, например, зарплата у вас 500 тысяч тенге. Выплата солидарной базовой пенсии не должны быть меньше 40% от вашего максимального дохода. То есть, если у вас полмиллиона, 40%, значит, пенсия солидарной базовой должна быть у вас 200 тысяч. И такого не будет. Максимальная пенсия у вас будет 140, может быть, 150 тысяч тенге. Примерно, да. И получается, что у кого слишком большие доходы, если он не потратит пенсионные члены до пенсионного возраста, он их не сможет потратить после достижения пенсионного возраста на улучшение жильевых условий, на ипотеку. Те, у которых, наоборот, небольшие накопления, у них, как правило, с этим в порядке. Тот, кто достигает пенсионного возраста со следующего месяца после выхода на пенсию, можете 50% своих пенсионных накоплений использовать на улучшение жилищных условий, на ипотеку и так далее. То есть, это возможно, потому что ваша солидарная и базовая пенсия наверняка будет больше, чем 40% от заявленных доходов. Поэтому обращайте внимание на ваш доход и на ваши пенсионные накопления. А у меня на сегодня все. Информация о повстании на 9 октября 2022 года. С вами был Белялый Сергей. И помните, на пенсии жизни заканчиваются. Она приобретает новые качества.